Вот то самое видео, которое недешево обойдется главному герою. Очевидно, что молодой человек не случайно уронил велосипед в реку. Может и хотел просто похулиганить, но юридически это порча чужого имущества. Право нарушения было совершено днем 5 июля на участке местности, прилегающем к стадиону Мордовия-Арена по улице Рабочая. В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что к произошедшему может быть причастен житель Саранска 2002 года рождения. Некоторые комментаторы в сети начали поддерживать злоумышленника, мол молодец, так им всем и надо. Это в корне неправильные позиции считает велосипедист Александр Гущин. Прокат двухколесного транспорта популярна услуга в больших российских и европейских городах и относиться к ней нужно цивилизованно. Вообще такого рода актовандализма в больших городах встречается. Встречается достаточно часто. Если взять условный Амстердам, где велосипедов много, там ежегодно из каналов достают тонны этих велосипедов. Я, конечно, мечтаю о том, чтобы Саранс был похож в этом плане на Амстердам, но на самом деле, конечно, подобное поведение не является нормой. Должно пресекаться желательно в зародыши. То есть, если такое происходит, виновник сразу получал наказание и ни у кого другого не было даже желания повторить такой поступок. Почему-то жители Саранской считают, что раз самокат или велосипед стоят без присмотра, значит и пропажу никто не заметит. Полицейские и владельцы службы киршеринга и велошеринга уверяют – это не так. Службы безопасности следят за состоянием и местоположением оборудования. В мае житель Луховки тоже покусился на двухколесный транспорт. Украл электросамокат с парковки, разобрал его в своем гараже, нужные запчасти оставил, остальное выбросил. Преступника вычислили в течение нескольких дней, завели уголовное дело с молодого человека, который утопил велосипед, тоже планируют взыскать через суд деньги за порчу имущества, упущенную выгоду и репутационные потери. Велосипед вместе с ЧПС-оборудованием, антивандальным замком стоит чуть больше 20 тысяч. После того, как велосипед сейчас будет доставать наши сотрудники или прибегнуть к каким-то органам, кто поможет в этом отношении, будет выявлена или проведена экспертиза касаемо того, с какой ущерб был причинен. И будет выяснена точная сумма, пока мне я затрудняюсь ответить. В среднем на велосипеде катаются в день от 5 до 10 раз. Соответственно, GPS-маяк, так как испорчен, и велосипед на данный момент будет изъят сотрудниками полиции до окончания этого дела, этих денег мы будем недополучать. В среднем, могу сказать, несколько тысяч рублей точно. И, соответственно, мы взыщем, постараемся взыскать эти деньги с злоумышленника. Жаль таких людей, что уровень их развития позволяет им только таким образом находить какие-то эмоции в своей жизни. Ну и жалко родителей, если это несовершеннолетние, потому что именно они несут материальные потери из-за поступков своих детей. Личность злоумышленника пока не установлена, но уже есть подозреваемые. Сотрудники полиции просят откликнуться свидетелей или тех, кому что-то известно о происшествии, позвонив по телефону 102. Людмила Кусерова, Александр Зюзяев. Наши новости.